О спокойствии тоже лишь мечтает большинство участников дорожного движения в Иркутске. Нервно у нас на магистралях, чего уж тут лукавить. Фуру вообще объявлять в розыск воспитанных водителей и пешеходов. Скажете, что мы сгущаем краски, а вот и ничего подобного. Число нарушений как со стороны автолюбителей, так и тех, кто передвигается по городу на своих двоих, не уменьшается. Сегодня наш корреспондент Павел Жулудев решил определить, кто же более не воспитан, а полигоном для испытаний стали нерегулируемые пешеходные переходы. Смотрим новый выпуск Автохама. Пешеход всегда прав. Ну или почти всегда. Это правило уже давно никто не пытается оспаривать. А зря. Ведь порой прохожие забывают, что они тоже участники дорожного движения и должны уважать время и нервы водителей. Чаще всего такой конфликт интересов возникает на пешеходных переходах. Усугубила ситуацию недавняя поправка в законе. Теперь за непропуск пешеходов на зебре водителю придется отдать 2500 рублей. Это ли не повод прохожим чувствовать себя на дороге главными? Вы ведь замечали, что порой человек ну совсем не торопится на переходе. Особенно нерегулируемом. Решаем убедиться воочию. Иркутск, остановка музыкальный театр, зебра, машины, люди. И только мы захотели начать защищать водителей, как они сами показали свое истинное лицо. На этом пешеходном переходе победу в чемпионате по хамству одержали все-таки водители. Примерно со счетом 10-1. Каждый третий автомобилист не уступал, тогда как прохожие старались как можно быстрее миновать дорожное препятствие. Фух, даже после того, как я сам чуть не стал жертвой дорожного конфликта, мы все же не теряем надежды на благонадежность наших автомобилистов. Решаем на собственном примере проверить, как иркутские пешеходы реагируют на вежливых водителей. Отправляемся в бурное путешествие по дорожным рекам областного центра. Уступаем всем, девушкам, бабушкам и состоятельным мужчинам. Но что удивительно, люди в возрасте минуют зебру куда быстрее молодых, которые, как вот эта студентка, не могут расстаться с гаджетами даже в весьма опасный момент. А вот следующий герой нашего сюжета, молодой человек, и вовсе удивился, что на пустой и спокойной дороге мы остановились только ради него. Ну а чуть дальше мы и вовсе пришли к выводу, что возраст не помеха скоростному передвижению на дороге. Вот эта бабушка, хоть и в неположенном месте, миновала дорогу, наверное, быстрее своих внуков. Однако в общей картине этот пример ничего не изменил. За полтора часа езды по городу я пришел к такому выводу, что поведение пешеходов на дороге очень зависит от места. Если в центре города прохожие стараются как можно быстрее перейти пешеходный переход, то в удаленных районах и микрорайонах скорость движения совсем уменьшается. Ну, видимо, подстать скорости жизни. Что ж, как мы не старались, но все же больше хамства на дорогах по-прежнему проявляют автомобилисты. Главное, чтобы пешеходы, видя повсеместные нарушения, не начали воспринимать это как данность. Павел Желудев, Владимир Пинаев. Новости по будням.